Привет, это Тони и каждый кадр картины. Дела у канала шли хорошо, и это было дело времени. Время для исповеди? Да, время для исповеди. Я украл из этого фильма больше идей, чем из всех прочих. F как фальшивка. F как фальшивка. Леди и джентльмены, представляю вам фильм про обман, мошенничество, про ложь. Стоп, простите, не так. Можно еще раз? Это фильм-зарисовка Орсона Уэллса. Называется F как фальшивка. Одна из моих личных библий. Все, что я знаю о монтаже, я знаю из этого фильма. Но сегодня поговорим об основополагающей вещи, структуре. Мы нашли это очень простое правило, о котором вы наверное слышали, но у нас на это ушло много времени. При структурировании видеозарисовки вам надо избежать одного. Да, думаю это оно. И... Нет, это все. И... И... И все, потому что это весь мой заказ, окей? И... Если вы рассказываете историю с постоянными и... У вас большая проблема. Это ошибка номер один в моей собственной работе. Как здесь. Смотрите, сколько повторов. Выбор взять деньги. Выбор не отвечать на удар. Выбор скрыть эмоции. Выбор никому не верить. Выбор переждать. Выбор... Можете прочесть список в любом порядке. Поэтому это так скучно. Что должно происходить между каждым написанным битом? Это или слово поэтому, или но. Понятно? Например, у вас возникает идея типа, а происходит то-то. Что это? Лобковые волосы. Купил у Скотта Теннермана. Поэтому происходит это. Картман. Их не покупают, их выращивают сами. То есть они ничего не стоят? Да. Но происходит это. И дам тебе лобковых волос. Супер. Поэтому происходит это. Твою мать! В этом фильме Орсон делает то же самое. Но только он соединяет не сцены, а мысли. Ты художник. Почему ты хочешь, чтобы люди делали фальшивки? Потому что они так же хороши, как настоящие. Есть рынок, и есть спрос. Поэтому не будь рынка на произведение искусства, не было бы и жуликов. Хотя этот фильм и зарисовка каждый момент имеет связующий логику эпизода Южного парка. Второе правило в этом фильме — это минимум две параллельные истории. Снова цитирую Хичкока. Имя кинопроизводства — это «А тем временем на ранчо». И он совершенно прав. Ему нужно две вещи, чтобы при достижении одного пика вы шли к другому. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Подхватывайте другую в любом месте и оставляйте, когда интерес к ней снизится. А тем временем на ранчо. Как это работает в фильме-зарисовке? Скажем, у вас две истории. Развивайте одну из них. На пик ее интересности переключитесь на другую. Теперь развивайте ее, а когда и она дойдет до своего пика, вернитесь к первой. Просто, не правда ли? Но в «Ф» как фальшивка больше, чем две истории. Есть еще и истории о Борсоне Уэлсе, Говарде Хьюзе, Женщине Ойе и даже о создании самого фильма. И тщательно выстраивая каждую историю, Уэлс перепрыгивает между 7 и 6, постоянно удерживая зрителя. И когда я делаю видеозарисовку, именно это мелькает в моей голове. И... И все! И... И все! И все это я понял из этого фильма, который научил меня большему, чем все остальное. Дело не в том, что вы сняли, но в том, как вы смонтировали и к чему пришли в конце. Запомните, видеозарисовка – это не зарисовка, это фильм. Задавайте ей структуру и динамику, как режиссер фильма. Поэтому и... Но. Тем временем на ранчо. Не верите мне, послушайте Орсона Уэллса, который как-то пришел к этому более 40 лет назад. Почему нет? Я шарлатан. Неважно. Давайте закругляться с этой зарисовкой. Теперь самое время представиться. Привет. Меня зовут Тони. И это заключение после первого года канала «Каждый кадр картины». Благодарю вас за просмотр и желаю вам очень приятного вечера. Смонтировал и рассказал Тони Жу. Перевел и озвучил Сергей Афонин.